Дорогие друзья, в эфире новый выпуск программы «Разговор на чистоту без цензуры». Сегодня мы разговариваем с политологом и историком Приднестроя Вячеславом Сириком. Разговор наш коснется как внутренних, так и внешних аспектов, связанных с Приднестроем. Вячеслав Анатольевич, такой короткий, но емкий при этом вопрос. Каково текущее международное положение Приднестроя? На фоне событий Янукович-Медведев, на фоне событий Меркель-Медведев, на фоне поездки Медведева в США и, если так обратить внимание, на его, на мой взгляд, концептуальное выступление перед дипломатическим корпусом России. Вот что вообще происходит, что нам ждать? Конечно, сейчас разворачиваются вокруг нашего государства, я бы сказал, шекспировские страсти. Самое важное здесь заключается в том, что для Приднестровья остались два основные вопроса, которые в прошедшие 20 лет не были решены, и, по сути дела, никто, в общем-то, внутри республики серьезно этим не занимался. Первое, это надежные союзники, кто они будут, в каком формате они будут выступать на международной арене, в Европе и в Америке. Второй вопрос, это, конечно, четкая и ясная программа действий, концепция внешней политики, которая является самым таинственным документом. Вот периодически в Верховном Совете у нас вроде бы этот документ то появляется, то он снова исчезает. И на самом деле широкая общественность и журналистская, и политологическая этого документа до сих пор в глаза не видела. Поэтому какие у нас приоритеты, мы можем только догадываться из наших отдельных действий. Консульских представительств, грубо говоря, кроме Осетии и Абхазии, у нас, по сути дела, нет. И международная поддержка сведена к минимуму. Ну вот, все время мы играли на противоречиях крупных игроков. Ну, допустим, известный конфликт оранжевой Украины, допустим, России, мы там как-то играли на их противоречиях. Были определенные противоречия между Евросоюзом и Россией, там, американцами Евросоюзом и Россией одновременно. То есть различные, как бы, очень сложные международные схемы. Но нет ли сегодня ощущения того, что выстраивается какой-то единый фронт по нашему поводу? И все это может привести к тому, что мы неожиданно запоем уже «Лебединую песню». Ведь перспективы признания Приднестровья, они по-прежнему остаются туманными. А сохранение статуса КВО возможно лишь в том случае, если крупные игроки в этом статусе КВО увидят, ну, некий компромисс своих интересов. Конечно, в 21 веке региональная безопасность во много зависит от бизнес-интересов и от того, насколько мы выгодно показываем себя. Сегодня, как вы правильно сказали, не просто туманные перспективы, а признание отодвинуто на второй, на третий, если не сказать на десятый, практически к горизонту уровень и план. Естественно, что здесь должны были быть определенные действия, которые с нашей стороны, с Приднестровской были бы рассчитаны на этот негативный поворот событий. Но мы их пока, к сожалению, не наблюдаем. Фронт, который образовался вокруг Приднестровья, своеобразная такая стена, она вырастает в контексте проблем Черноморско-Дунайско-Карпатского региона. Здесь появились совершенно новые игроки, о которых мы и не предполагали, и никто не считал, что они внезапно военной силой вмешаются в это дело. И, конечно, Турция, естественно, что интересы Румынии, новой изменившейся, а также интересы Венгрии, изменения на Балканах, все это оказывает прямое влияние и на внутренние события в нашей стране. Тем более, что Россия постепенно как бы передоверила решение Приднестровского вопроса европейским медиаструктурам, и, естественно, что Америка даже забрала своего спецпредставителя. Ну вот, я знаю, что огромные деньги Тайвань, огромные деньги тоже Косово, пусть даже не свои деньги, но чьи-то, тратила на внешнюю рекламу своих государственных и тратит на рекламу своих государственных проектов. А как рекламируется вовне Приднестровья? Вот Вы много лет сотрудничали, в том числе и с масс-медией, и последнее место работы Вашей было на государственном радио. Очень скромно. Я бы даже сказал так, что у нас есть, конечно, определенные прорывы в области образовательной политики, потому что наш университет, как известно, это кузница кадров, конечно, не для внутреннего рынка. Это межрегиональная вещь. И, естественно, что престиж системы образования, ну, более или менее высок. Кроме этого, сказать, что приднестровские товары завоевали рынок, невозможно. Приднестровские специалисты, конечно, разъезжаются и адаптируются в соседних благополучных странах. Вообще, имиджиологический аспект приднестровского существования крайне слабо проработан и высшими органами власти и управления. И, по сути дела, управленцы плохо понимают, насколько здесь серьезные затронутые вопросы. Под это действительно нужны были программы, деньги, спонсоры. У нас в сентябре будет второй инвестиционный форум. И, к сожалению, пока очень мало представителей внешнего зарубежного капитала изъявили желание вкладывать деньги в наш регион, возрождать нашу экономику и превращать Приднестровье в цветущий край, который бы имел будущее. Ну, вот вопрос. Лично вы хотя бы один раз за 20 лет видели какой-то рекламный ролик Приднестровья на Евроньюз или рекламные ролики Приднестровья даже на телеканалах СНГ? Я просто видел такие ролики Турции, Кипра, Франции, Германии, азиатских государств. Они постоянно крутятся, на это тратятся деньги, чтобы люди знали, что есть такие страны, и что в этих странах имеется позитивного. Вот вы, например, сталкивались с чем? Кроме как разговоров о мифах, которые окружают Приднестровскую Молдавскую Республику, и негативных репортажей практически ничего не было. Мы, к сожалению, упустили такой сегмент, как туризм. Это огромная индустрия, гостиничный бизнес. Но для этого нужно было готовить условия. И сегодня это одна из задач, которые практически стоят перед Республикой в будущем, если мы хотим сохранить хоть какое-то лицо перед Европой и перед Соединенными Штатами. Привлекательность, позитивный имидж государства. Ну вот по пятибалльной системе какую оценку мы можем поставить нашей внешней политике и нашей внешней пропаганде? По пятибалльной? Внешней пропаганде, конечно, не больше двойки. Что касается внешней политики, ну определенные усилия, конечно, предпринимались, но они были связаны с очень негативным, расхожим термином «лицкаевщиной». И, к сожалению, никаких настоящих прорывов в этой области не было сделано. Здесь между двойкой и тройкой. Это очень низкий балл, это очень низкий показатель. Это практически несправедливая ситуация по отношению к тем людям, что здесь живут, и к тем ресурсам, которые были в начале 90-х годов 20-го века, предложены нам для использования. И последний короткий вопрос. Наши соседи. Конкуренция России и Румынии резко возросла в Бессарабии. И ключевой символической, скажем так, темой, вокруг которой сейчас разворачивается борьба, это тема советской оккупации. ГИМП очень грамотно бросил свой указ, который пусть даже и отменил сейчас Конституционный суд, но указ продолжает работать в информационном поле и в мозгах людей. Так вот, все-таки, была ли советская оккупация Бессарабии? И чем, вот если буквально в двух словах, все же закончится конкурентная борьба за Молдову между Западом и Востоком, между Румынией и Россией? Румынизаторы готовят к тому, чтобы сценарий, о котором говорили и мы с вами, и с известными российскими политологами осуществился. Молдова является ошибкой, ее, в конце концов, расколят окончательно и присоединят. Государство, как и постсоветские республики вроде Грузии или, скажем, Киргизии, киргизский сценарий, находящийся в состоянии полураспада, оно, конечно, естественно, будет ликвидировано. Но я хочу сказать, что с точки зрения региональной геополитики и безопасности теперь уже противником Румынии будет даже недалекая Россия, а Румыния со всей ее военной мощью будет стоять у ворот Черного моря и, конечно же, противником Украины. И это уже по-новому изменит баланс сил в нашем регионе. Я благодарю нашего гостя. Сегодня у нас был разговор на чистоту и без цензуры. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!